В восьмой школе открылся традиционный фестиваль наук. Каждый учебный день отводится определенным предметам. Например, сегодня ребята ожидали занимательные мероприятия, посвященные математике и информатике. Все ученики с 1 по 11 класс решали нестандартные задачки, а разгадывали ребусы и загадки, а также представляли публике своих лего-роботов, которых они собрали на уроках информатики. Погрузилась в изучение науки моя коллега Дарья Самородова. Фестиваль наук объединил школьников самых разных возрастов. Сегодня во время учебного процесса ребята погрузились в царство математики и информатики. Все мероприятия проходят исключительно на переменах. Здесь расположилась выставка технического творчества. Работы представлены самые разные, от простых моделей конструкций до программируемых. Это собранные из деталей лего, разнообразные машинки, военная техника, лодки, животные. Всего здесь более 50 работ. Но самое сложное – это не собрать механизм, а оживить его. Артем Кучкин представил на выставке весьма актуальную модель для перевозки грузов через реку. На ее сборку юноша потратил около месяца. Это моя модель переправы грузов через реку в период распутации. Часто на Ямале у нас река вскрывается и замерзает. И в это время люди не могут перевезти свой груз на другой берег реки. Тем самым они не получают нужные продукты или вещи. Я предлагаю использовать эту модель в качестве начала строительства такой переправы. Фантазии, конечно, у ребят хватает. Многие идеи взрослые могли бы позаимствовать у детей. Четвероклассник Никита Каляев очень обеспокоен экологией нашей страны. Вот почему он сконструировал птицу и оживил ее. В январе этого года Владимир Владимирович Путин подписал указ, что этот год является годом экологии. И я задумался, что будет, если человек не будет беречь природу и животных. Тогда привычные нам птицы и животные будут стоять в музее как экспонаты. Я сейчас покажу, как работает этот собугай. Школьникам интересно фантазировать и создавать умные игрушки. Вот, например, 3D-проектор для получения голографического изображения. Юра Валеев вместе с родителями сделал своими руками. А это настоящий 3D-принтер. Здесь даже представлен первый напечатанный объект «Роза». Эти работы позволяют не просто собрать конструкцию, они позволяют изучить физику, информатику, математику. И когда ребенок говорит, а тут же без физики никуда, это замечательно. Эта умная игрушка показывает ребенку, как он применяет свои знания на практике. Проверить знания по информатике и решить задачи можно было у импровизированной школьной доски. Ребятам было задано 10 занимательных вопросов. Глеб Вахтомин еще не изучает этот предмет, но стал одним из первых, кто ответил на предложенные вопросы. Задается вопрос про то, чей почтовый ящик. Там в Уденбой – это деревянный мальчик, это понятно, что Буратино. Также еще восьмое, там ответ будет окно. Шестое – это винчестер, это жесткий диск, это оружие такое и город в Британии. Активная деятельность развернулась и в актовом зале. Здесь царила математика. Педагоги проводят с детьми интеллектуальную разминку. В школе есть такая птица. Если сядет на страницу, то с погибшей головой возвращает себя домой. Бойка! Фестиваль науки продолжится до конца недели. Впереди у школьников еще масса увлекательных занятий. Ведь каждый день посвящен определенной науке. Завтра в восьмой школе – день общественных дисциплин. Ребятам предстоит совершить путешествия в Индию и Китай, написать исторический диктант, участвовать в археологических раскопках. А тем, кто увлечен конструированием, предстоит соревноваться в битве роботов.